МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Она называет себя звездой павлодарской и казахстанской эстрады. Музыка из нее льется всю жизнь. Нашла ли себя в профессии? Какое главное достижение? Была ли любовь и признание публики? Как сложилась личная история? И что пришлось положить на алтарь? Такой вы ее еще не видели. Гульнара Жапарова. Сегодня поделится своим «Я». Гульнара, здравствуйте. Я, правда, очень рад видеть вас сегодня у нас в прямом эфире, здесь, в нашей студии, программы «Я». Скажите, вы... Здравствуйте. Здравствуйте. Вы, не задумываясь, приняли предложение прийти к нам в новый проект. Скажите, почему не раздумывали? Да, я обрадовалась вашему приглашению на новую программу «И я». Спасибо большое. У нас будет с вами не за что абсолютно, будет откровенный разговор. Скажите, есть ли темы, которые бы вы не хотели сегодня затрагивать? Затрагивать, наверное, личное, потому что личное долго жду своего принца в жизни, поэтому это такая немного больная тема. Немножко приоткроем? Немного можно. Немного можно. Гульнара, вы сами себя короновали звездой Павлодарской казахстанской эстрады. Почему вы себе выбрали такой статус, такое имя? Нет, я не сама выбрала. Мне на хит-параде «13 плюс» в городе Алматы, где я победила 4 из первых мест 2 года, в 2000-2001 году, назвали новой звездой казахстанской эстрады и новым фонтаном казахстанской эстрады. Прямо вот так со сцены? Да, естественно, когда победила 4 из 2 лет, у Рашида Бадбаева программа была «13 плюс» в городе Алматы, телевизионная программа «Звезд казахстанской эстрады». Там все участвовали. Макпал Женусова, но она последние места занимала, а я первые места занимала. А вот вы вернулись потом в Павлодар. Не снесли вам голову, звездной болезни не было? Вот именно что я бы сейчас уже там осталась бы, если бы меня пригласили. А там приглашали меня. И Мурат Иргалиев приглашал в Азия-Доусы участвовать после хит-парада побед в 2001-2002 году на Азия-Доусы международный фестиваль после побед в хит-параде республики. А я долго так раздумывала, и спонсор не нашелся. Там нужно было за участие платить 120 тысяч. Это было раньше тысячи долларов. И в городе, в Акиматах, мне никто 120 тысяч тенге не нашли, и я так и не поехала. Но вы не поехали, но вы приехали к себе же на родину, сюда, в Павлодарскую область. И в то время Гульнара Жапарова изменилась. Приехали вы и давайте мне сцены. Нужно было там оставаться сразу. Новость везде казахстанской эстрады. Мне нужно было оставаться там, и все люди ждали. 16 городов за меня голосовали за пение выступления, за первые места. Да, и я домой скромно вернулась, и дальше продолжала здесь свою певческо-концертную деятельность. И у меня сейчас 25-летие концертной певческой деятельности, 5-летие в институте, в оперном театре, в эстраде, в Алматы. Вот в ансамбле я там пела, выступала солисткой. И в годы института, и в оперном театре. И институт закончила на 4-8 баллов после музыкального училища. А почему тогда, скажите, вы больше шанс не спробовали уйти в другое русло, в другой поток, имеется в виду, опять же, в столицу, в южную столицу. Потому что у меня тогда дочь маленькая была, и квартира своя здесь. А там квартиры-то нет, снимать квартиру, это очень дорогое удовольствие. Кто бы мне оплачивал бы, и у меня же здесь все-таки потомственная квартира от маминого, папиного, семейкомбременчатого дома. У меня на Володарском 173 стоит исторический дом моих родителей. Вот, пожалуйста, Гульнара Жапарова еще рассказала, адрес прям назвала. Гульнара, вы сказали, я не просто певица, а историческая личность своей области. Ваши слова дословно. Родина, поводара своего родителей. А что вложили? Я потому что вложила все, потомственность у меня начинается с Баянаула, пивческая. Предки там у меня байско-ханского рода маминого, она зима и мама великой, величайшая Алпызбаева, и отца Хасанбая Жапарова, байско-ханского руководительского рода. Итого две байские рода в моей родовитости. Сейчас родителей уже 33 года нет в живых, а я продолжаю путь, начатый ими довоенное, военное и послевоенное время. Певческое и патриотическое. Папа ветерана Великой Отечественной войны КГБ и первого руководителя в КНБ Павлодарской области. Потом председателем судов он здесь был, председателем колхозов, совхозов. Потом поднимал заводы. Всю промышленность Павлодара в области и города отец мой поднимал. Хасанбай Жапаров. А сейчас родителей нет в живых, я поднимаю мамины пути в виду певческий, как первая актриса-певица, мама драматического театра, первая в Кожебек Павлодарской области была первая актриса-певица драматического театра, находившаяся в те времена послевоенные в горсаду нашего Павлодара. И тогда театр тот сгорел. Сказали, что какие-то завистники его с реквизитами подожгли, потому что конкуренция была казахстанских театров. И драматический театр конкурировал на высоком уровне и с Чеховским театром, и с казахстанскими драматическими казахскими театрами. И тогда маму распределили в Алматинский драматический театр как самую лучшую, и одну из самых лучших, и самую лучшую первую актрису-певицу драматического театра. Анузал Позбаева, вот я фотографии потом все буду показывать. А папа маму в Москву забрал по папиной работе в КГБ с супругой офицера. А вы там где были? А я тогда, я же младшенькая, я родилась только... Ну, с ними и ездила. Нет, а я же старшая только в Германии родилась, у нас старшая, но ее 6 лет не стало. Потом средняя родилась, Гуля, старшая Гульбадан, потом Гуля, Гульбаршин, потом Серик, Берик, и я младшая, Гульнара, только 5-й ребенок. То есть у вас никто не возил по Москвам, по городам? Нет, потому что я младшая, родители уже основательно жили в Павлодаре уже, и папа работал на руководительских должностях, а я младшенькая родилась в 7-м в ревенчатом доме, младшая дочь своих родителей, киндежка, любимица мамина папина, принцесса как мама, байская ханского рода родовитая, и папина доченькая любимица. И сейчас я поднимаю мамины и папины имена после того, как мама и папа не стало, вот уже более 10 лет. Вы сами такое решение приняли? Сама решила. Или вас благословили и сказали, нас не будет, веди наш? Вы знаете, с детства, Тимофей, вы хорошие вопросы задаете. Папа, мама, дорогие мои родители и великие величайшие, они видели во мне с детства певицу, похожую на маму. Папа, когда музыкальный салон меня на конкурс повел, сразу я без конкурса прошла музыкальный салон, класса одаренных, по классу фортепиано и абсолютному слуху музыкально, музыкальному абсолютному слуху, потом по голосу звонкому и по чувству ритма. Вы состоялись сегодня, как вы считаете? Состоялась как певица в четырех жанрах, поющая, эстрада, классика, романсы народные. И недаром мне в 20 с чем-то лет в оперный театр пригласил профессор Жаманбаев, самый лучший хармистер и профессор. В вашей жизни был конкурс, по большому счету, конкурс для молодых, «Х-фактор». Конечно, там кто только туда не приходит, но вы тоже почему-то попробовали, я бы, наверное, применил бы попытать судьбу, что ли. Давайте сейчас посмотрим фрагмент вашего выступления. Да, заранее давайте выскажу. Давайте посмотрим сначала. Да, заранее выскажу на них обиду, что они мне подлили минералку с газом. Да. Смотрим. Ягна Рыжопарова из Павадара. А работа и профессия у вас какая? Профессия музыкант. Преподаю вокал. А где вы преподаете вокал? Частные уроки. Все закончила, все музыкальные образования, музыкальные училища. Кто не знаю, распускает слухи зря, что живу я без печали и заболеваний, что на свете всех удачливее я и всегда, и во всем мне везет. Кулинар, ну вот, смотрите, фрагмент мы с вами посмотрели. Вас не заметили. Вы там же вышли к микрофону и сказали, я бы и без этого конкурса могла обойтись, я все жизненные конкурсы победила. Что имели в виду? Вы же шли, по идее, в любом случае, чтобы вас заметили. А что произошло? У меня 43 грамоты, только 13, а институтские первых мест и 30 за Паводарские концерты, Паводар и Паводарской области, Астана 400 концерты. А что пошли на конкурсы? Сколько я много всего пути прошла за 25 лет? То есть вы имели в виду, что я все конкурсы жизненные победили? Естественно, самодеятельный конкурс я могла бы не проходить, потому что я профессиональный конкурс, прошла к параду республики, звезд казахстанской эстрады будущих. Профессиональным исполнением песен и профессиональным своим концертно-петическим талантом. Потому что я получила все профессиональные музыкальные образования. А там самодеятельный конкурс, они меня сами пригласили, когда я первое место прошла в хит-парад республики. То есть вы пошли туда не сами? Нет, пригласили они, они звонили 5 раз в неделю. Я в Баянауле прошла первый тур. То есть вы не в общей очереди были, да? Вы пришли по приглашению? Естественно, по приглашению. Я никогда туда не поехала бы в час, потому что я могла бы и без него обратиться, потому что победа в хит-параде. Они мне минералку с газом... Вы согласны, что вы там с фальшивили? Нет, не согласна. Ладно, так же, как все, как все, как все. У меня гортань закрылась от минералки с газом, потому что они же газ подлили. А газ подошел к горлу. Первый куплет они не показывают, где у меня телохранитель звучит на бис, на первом куплете. А второй куплет показывает, где поднялся газ к горлу, и гортань была закрыта. Представляете? Клапаны, вот здесь носовой резонатор, здесь гортанный резонатор, здесь грудной резонатор. Все клапаны были закрыты от минералки с газом. Я знала, что минералка с газом. Почему в тот момент не попросили, дайте, пожалуйста, второй шанс, я сейчас спою еще раз. Вот, представляете, тогда... Не дали вам второй шанс? Нет, вот именно, да, не давали они. Они вот, все, уже запись прошла, мы будем показывать. А что такое? У меня 30, 33, 35 песен в захлеб поют сразу без остановки. Что мне одну песню спеть? Опять же вопрос к этому проекту. Минералка с газом там была. Ладно, они вам звонят, да, говорят, пожалуйста, Гульнара, придите на конкурс, это конкурс-шоу, да, скажем так. Ведь можно было отказаться, почему пошли? Ну, не 15, не 16 лет уже. Вот представляете, я именно со своим добродушием и со своим патриотизмом захотела еще раз в фестивале участвовать, я не хочу сказать, что фестиваль, и не конкурс, фестиваль. А конкурс я прошла в хит-парад 13+, в городе Алматы, 4 из первых мест за 2 года. И получается, что там самодеятельно, а там профессионально. Естественно, я могла бы, как профессиональный музыкант, потому что певица там вообще не участвовать, они, нам звезда нужна, нам звезда, певица нужна, у вас такой голос великолепный, тело храните, первый поете, второй поете, концерт поете, вы нам нужны, приедьте, пожалуйста, будьте добры. И я, представляете, вот рискнула, поехала после 2 концерта в Доме дружбы, поставила концерт, помню свое число, 13-ое, которое родилось, и 13-ое поставила в Доме дружбы концерт. И 13-ое поехали? А 14-го утром на самолете полетела, нашла билет за 35 тысяч, представляете? Тогда у меня всего-то... А вас где записали, в каком городе? В Алма-Ате. Х-фактор в Алма-Ате вы прилетели? Да, туда прям прилетела на самолете после концерта. Но впечатление у вас не особо, да? Я сразу в этот день, сразу в дому уехала на поезде, потому что от них расстроилась. Не плакала. Вообще не плакала, потому что знала, что у меня завистники есть. И так и знала. А по телевизору смотрели потом, что получилось? Смотрела, потом раздосадована на них, естественно, обиженная, на них разозленная. Как вы все равно относитесь? Собрался их посуду отдавать. Есть такое понятие пиар. У вас в любом случае на уровне республиканского конкурса худо или бедно ли... Рапиарили. Вы же стали известной. Гульнар Жапаров стал известным потому что, ну, так ведь? Да, но я про хит-парад республики не высказывала. Это вы не высказывали. Мы видим то, что мы сейчас с вами видим, где Нагимай Скалиева делает свое резюме, и вроде как вы уехали обратно домой. Но вы еще сказали, меня называют второй Аллой Пугачевой. Такого тембра, как у меня, нет во всем Казахстане. Какого тембра? Женщина, которая поет, меня назвали еще в начале века. Я не люблю, когда меня так называют. Я девушка еще взрослая. Вы взрослая девушка? Да, потому что я сейчас долгое время ни с кем не встречалась в личной жизни. Опять взрослую девушку превратилась. И получается, ждущая своего принца в жизни. По любви, взаимной и обоюдной. Вот, больше ни на что не реагирую. Ну, так право Пугачеву все-таки. Они меня назвали второй Аллой Пугачевой в программе. И Мадонна Северная эстрада, принцесса Королева Северная эстрада. Я же 7-9 раз в Астане. Прямо по-серьезному так и сказали. Естественно же. И всех возрастов звонили в Астане на прямые эфиры, когда я концертом там готовилась. Нет, вы знаете, абсолютно нет. То есть Аллой Пугачевой не хочу. Нет, потому что она мой же кумир. Мне наоборот, я именно довольна тем, что так именно называют, потому что я и так вторая Алла Пугачева. Единственная Гульнара Жапарова по отчеству Хасанбаевна. Почему? Потому что свои 50 с чем-то лет я именно веду порядочный, здоровый образ жизни. Не пью, не курю, не гуляю. И получается, своей звездности не пользуюсь певческими своими победами. То есть я в программах часто не снимаюсь. Только если мне слишком нравятся люди, нравятся программы, то есть я доверяю себя уже. А если мне приглашали программы иногда в Алматинске, в которые они могли то мои записи переписывать, то мои документации переписать, вот такого, что больше не было, я, естественно, за все. Ну, вы нам доверяете, поэтому вы сегодня здесь. Я вам доверяю, поэтому я сегодня у вас здесь. Гудара, вопрос про тембр вы объяснили. Почему вторая Алла Пугачева здесь у нас. У меня есть несколько вопросов. Мы их подготовили специально для вас. Вы готовы на них ответить? Да, готов. Я тоже готов. Тембр это? Это окраска голоса, окраска звука. Такое определение. Пожалуйста, вот на экране. Какие значения имеет тембр? Большое значение. Какой тембр голоса, такой и пение. Какие бывают тембры? Тембр голоса, мужской тембр голоса, тембр голоса женский. Тембр звука, тембр голоса, тембр речи. Бывают? Да. Сопрано это? Сопрано первое, сопрано второе, это высокий женский голос. Певица, на которую вы хотели бы быть похожей? У меня много кумиров. Алла Пугачева, Софера Тару, Анна Герман, которую меня тоже второй назвали в Астане, ветеран Великой Отечественной войны. Совет ветеранов на концерте. А что вы там спели такое, что они назвали? Я «Гори, гори, моя звезда» пою. Колыбельную Анну Герман. И они сравнили меня с голосом и Аллы Пугачевой, и Анны Герман. Я так и пою. У меня три голоса. Ну, Аллу Пугачеву мы из «Х-фактора» слушали, а Анну Герман можно сегодня попросить вас? Исполните что-нибудь? Могу. Пожалуйста. Анну Герман. «Гори, гори, моя звезда» «Звезда любви приветная» «Ты у меня одна заветная» «Другой не будет никогда» «Ты у меня одна заветная» «Другой не будет никогда» И вы вот в таком исполнении представили эту песню? На фортепиано сама играю и пою. И вас назвали второй? Второй Анна Герман. Именно к концу программы спела, после 30 номеров я много пою. Я на три часа концерта стала. Я вот не могу все равно понять, если у вас были, к вам были предложения, если вас назвали Аллой Пугачевой, Анной Герман второй, почему Гульмара Жапарова сегодня живет в Павлодаре? Вот тот же финансовый вопрос, о котором вы говорили, что в любом конкурсе нужно заплатить, а здесь у меня есть дом по улице такой. Здесь у меня одна комната, квартира. Сделали родные на несколько миллионов мне ремонт, вместе сложились, потому что у меня 21,5 год, квартира была без особого ремонта, а сейчас они на несколько миллионов сделали вместе мне ремонт. И получается, что там-то ехать нужно 10 тысяч денег в сутки, только гостиница стоит, либо квартира. А спонсоров нет, а продюсера нет? И спонсора, и продюсера пока нет. Вот в чем загвоздка. А так бы я сейчас с удовольствием поехала бы уже дальше отчизну свою пропагандировать, рекламировать свой концертно-эпический талант, рекламировать своих композиторов-поэтов, которые все это время мне писали, и для моего голоса, и чтобы я рекламу им только сама, только делала. А сегодня, завтра что может быть? Может быть, дай Аллах, и дай Бог, я поеду все-таки в будущем, может быть, в будущем дай Аллах, петь либо и выступать в Астану, либо в Алмату, жить там и проживать, чтобы весь Казахстан еще представлять на Олимпах, казахстанских и российских концертно-пивческих выступлениях. Вы в самом начале упомянули своих родителей, сразу же практически в программе начали вспоминать о них. Самое главное для меня в жизни. Они вам счастливое детство дали? Да, они мне дали любовь свою. Они вас не перехвалили, не перебаловали? Нет, не хвалили, всегда мама, папа хвалили, но в детстве баловали, потом не слишком, потому что папа строгий, нас воспитывал немного по-военному. Как первый КНБСник, как первый КНБСник, как руководитель хотел, чтобы дети росли именно прежде всего порядочные, строгие, аккуратные и дисциплинированные. Естественно, а мамочка... Но лишнего вам не позволялось? Нет, не позволялось лишнего, потому что я именно выросла в строгости и как золушка принцесса домашняя, и как доченька любимая, я постоянно бытом вот этой аккуратностью занималась. Мамочка баловала, но я мамочку тоже баловала, потому что папа сильно любил маму и не разрешала маме физически дома вообще работать, чтобы поясница мамы не болела, и я поэтому все на себя взяла вот это домашнее, семяком применять на доме, домашний весь быт на мне держался. Это вы все делали? Да, а потом только музыкой занималась, после того, как наведу порядок везде, все вычищу, выбелю. Вы были для своей мамы, для отца... Помощницей. Помощницей, маленькой принцессы, вы сами говорите. У вас у самой есть дочь. Да, у меня есть дочь. Сколько ей лет, и чем она сегодня занимается, как у вас отношения с ней складываются? Сейчас я немного критику делаю. Раньше постоянно... Я ее сильно люблю, естественно. Моя единственная дочь после бывшего мужа сама вырастила, всего с ним три года жила. Потом на развод подала и ушла от него без любви, потому что не могу. И все сама сделала. Израстила и дала воспитание, и образование. Два образования, и дала школу, институт. Музыкальная есть у нее? Нет, она не музыкантша, не певица. Только я в семье. Среди всех родных, среди всех родственников, только я единственная музыкантша, единственная певица. А вы подруги со своей дочерью? Сегодня как у вас отношения? У нее сейчас доченька родилась. Она сейчас живет со своим мужем в семье своей и растит свою доченьку. Я думаю, после карантина мы сейчас уже увидимся, потому что их тогда там оттуда не выпускали. Будем друг к другу в гости ездить. И дай лак, чтобы я концерты ставила, они мне помогали бы. Вы себя бабушкой ощущаете? Молодая бабушка. Я так не ощущаю, но так называю все равно, внученька называю, потому что так как она моя дочерь и доченька, и получается, что я уже молодая бабушка, взрослая мама и взрослая девушка, все вместе. И получается, и певица. И получается, что я сильно люблю свою внученьку. Она вылита похожа глазами, особенно на мою маму. Добрую, придобрую. Но вы ведь на маму тоже похожи. Я и на маму похожа, и на папу похожа вместе. У меня мама, папа были чем-то похожи, хоть папа высокий, мама среднего роста, но они были сильно похожи, мусульманские, именно воспитаны по мусульманским обычаям, добрые, благородные. И не то, что все люди могут быть добрыми, благородными, они по мусульманским обычаям были. То есть для людей всегда жили, вот это гостеприимство было, я видела всегда интеллигентность, аристократизм, мамин, папин. Они про людей никогда, чтобы пакости делать, либо завидовать, такого никогда не было. И им всегда. Вы гостеприимничали? Я гостеприимна, но сейчас не очень, потому что мне немного насолили на душу, на сердце, и я поэтому уже не слишком сейчас гостеприимна, тем более карантин. Какое гостеприимство? Что может насолить? Я же одна в одиночестве живу, естественно, гостеприимство какое может быть? Родных могу в гости позвать, друзей иногда, и немного воздерживаюсь. Почему? Потому что, думаю, лучше я своего принца встречу, в своей жизни, а потом мы будем с ними гостеприимать. Вот какого принца вы ждете? Скажите, пожалуйста. Какого принца вы ждете? Кто он? Сколько лет ему должно быть? Чем он должен заниматься? Годы не обязательны. На возраст я не буду смотреть, лишь бы я полюбила бы, Если бы вторая Алла Пугачева, если ему будет там 30, допустим? Я посмотрю, если только любовь будет взаимная. И обоюдная симпатия, любовь взаимная, и он мне, если слишком будет любить, и будет похож на моего отца, по таким мужским качествам характера, настоящим. Вот где искать? И симпатичнее. Вот где ищет Гульнара Жабарова себе принца? Вот жду только. Идете по улицам, напишите объявление, я думаю, найдете. Нет, объявления не пишу, и на улице тоже не ищу. Просто когда воздухом прохожу. Есть числа мужчин? Да, есть, они мне часто пишут, но я что-то пока не воздерживаюсь выбирать. Вы избирательная? Избирательная, да. Я именно хочу выбрать свою вторую половинку, чтобы он был суперменом. Почему избирательная? Потому что сильно обошлись в первый раз? Да, наверное, от того, что я обошлась в первый раз. Правильный вопрос, потому что он меня сильно любил и хотел себя убивать на железной дороге, если бы я за него замуж не выходила бы. Я, получается, выходила, пожалуйста, за него, а не любя. Просто симпатия была, что он за мной сильно ухаживал и любил меня. А получается, что я принца своего любила в Алма-Ате. Он меня тоже сильно любил, а мы молчали вот о своей любви 5 лет. А потом, когда он мне уже предложил счастье, я взяла от него, отвернулась, простила, ах, меня вынаряженная совсем была. А ко мне, когда вынаряженная, вот я принцесса, стою неприкосновенно, я хожу вот так, когда вынаряженная. А когда я не слишком вынаряженная, я немного попроще. И со мной можно побеседовать. Так и на всех темах. Но вы где-то сами себе судьбу вот так. И взяла домой и уехала, простила, ах, меня своей любви. Бросила свою любовь. А теперь об этом сильно залила. Так вы же сами себе так слепили, к сожалению, печальную такую судьбу. Вот так, видите, любила-любила его, сильно любила его. Это моя первая любовь. Сколько лет вам было так? 20 с чем-то, вот в институте училась. Ну, самое то время. Да. И если бы там сложилась судьба, то сегодня. Как думаете? Я бы, естественно, свои чувства раскрыла бы. Тогда 5 лет не раскрывала свои чувства. Только как смотрела. А в карьере тогда проще, может быть, было? Вот у вас надежное плечо, вот у вас супруг, которого вы любите, который с вас в пылинке сдувает. Вот, пожалуйста, и занимайтесь тогда только карьерой. Если бы там сложились, сегодня бы вы какой уровень могли бы, какого уровня достичь? Большого уровня. Я бы в столице намного больше раскрутилась бы, намного больше концертов стояла. По всему Казахстану гастроли были бы, и не только по Павлодарской области. А может быть, уже в Россию поехала бы, страны СНГ, может быть, по миру уже поехала бы с гастролями. За 25 лет певческой концертной деятельности. А так у меня вообще 30-летие. Просто я так скромно немного сбавляю на 5-летие. У меня в основном 30-летие. Я с юности уже с 19 лет стала выступать. Возраст вы называете 50 немножко, да? Я точно назову сейчас свой возраст. Мне 56 лет. Сегодня вы все сама? Все сама делаю. Кроме того ремонта, который на несколько миллионов вам сделала. Да, остальное все сама делаю. Вот можно назвать, что мне как-то попросили открыть программу. Гулинар, вам уже нужно открывать программу. Я сама, как у Юлии Меньшовой, что все сами делаете. Я и Афиши на улице сама расклеила. Все 20 лет для людей, для своего народа. И распечатывали, естественно, сами. Сама распечатывала, сама заказывала, сама распечатывала, сама наклеивала на весь город. А доход какой-то вы хоть раз имели от концертов? Доходы совсем маленькие. Совсем маленькие. Вот сегодня карантин. Все лето. Лето прошло. Все лето не высыпало. До свидания, лето, до свидания. Помните, как ваша любимая Алла Погачева поет? Да. Ушло уже. Ой, алла, ой. Хоть бы не уходила. И в итоге на что вы все лето жили? Концертов нет? Брат мне помогает ежемесячно. Мой брат, мой родной брат второй. У меня Серик, Берик два брата. Средний брат мой. Он старший Серик брат. Младший средний брат, брат Берик. Он бизнесмен. Он мне раз в месяц помогает ежемесячно. Вот уже несколько лет подряд ежемесячно. Высылает ежемесячно мне финансовую поддержку. Я на это живу. Концертное платье. Надеетесь, что вот еще, может быть, к зиме, я не знаю, осенью, может быть, откуда-то что-то подготовили? Подготовились? Да, концертом готовлюсь. И, дай Аллах, я и одежду свою приготовила, сценичную. И получается, что со всеми концертно-пееческими программами, с классическим репертуаром, с романцами несколько, народные под фортепианной играю и пою, и аранжировочный эстрадный «Ветер любви» свой концерт, юбилейный, священный. Я полностью подготовила на 30 чем-то номеров. И, дай Аллах, и дай Бог, чтобы я уже для людей бы ставила, и начался бы мой гастрольный тур при поддержке хороших руководителей, справедливых. В этом году планирую концерт «Дай Аллах, и дай Бог, осенью» в ГДК «Свой ветер любви», посвященный историческим моим дорогим родителям, их памятным историческим юбилеем. На программах прежние или что-то новое вам написали? Будет у меня и новшество, естественно, да. Вы сами пишете музыку? Нет, Тимофей, я мне пишут композиторы, поэты. Что-то вам за лето предложили, что-то новое? Вы знаете, недавно композитор-поэт предложил, но там можно было бы несколько хитов выбрать из 10, которые он мне предложил. Ну, я подумаю. А так у меня прежний репертуар «Ветер любви», потом классика добавилась, романсы некоторые и народные. И получается... Народные казахские песни? Народные казахские, да. И русские есть. И получается, что на русском языке и на казахском параллельно. То есть сегодня у вас, Гульнара, нет такого ощущения, такого желания, как я понимаю, взять, снять, далеко убрать, или продать, или отдать концертные платья? Ни в коем случае, ни в коем случае. Надеть передничек, выйти на кухню и заниматься там борщами? Нет, 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 нет. Я и так это все, это великолепно все это делаю, вкусно. Но это не самое главное. Попить, поесть и поспать, и отдохнуть. Это не самое главное. Самое главное мне петь и выступать, продолжать. Но вы боретесь за публику? Да, естественно. Я люблю, когда меня любят. Я стараюсь так, чтобы люди меня понимали, видели, что я среди народа хожу. Я могла бы вот так, как с гор спускаться, как вот, например, звезды Казахстана, они никогда не присаживаются в такси, в общественных местах не появляются. Столько звездности у них, болезни звездные, они только с гор спускаются так, вот так и пальцами веерами, извините за врагу, как резать. А я нет. Вы на концерт можете и в автобусе приехать? Нет, только на такси. А именно среди народа, я именно народная приезжаю. А вот в народная, вы наружа пара в обычной жизни. Села в автобус? И в автобусе езжу, и на трамвай езжу, и на такси езжу, и пешком часто хожу по своему городу. Узнают, естественно, певица наша идет, естественно, узнают. А вы вот так по городу ходите, как сегодня к нам пришли? А нет, это я вот на такси приехала, сразу в наряде. А так я именно в обычной одежде, ну, стараюсь, естественно, постоянно в основном наряд надеваться, но повседневная, ежедневная одежда, джинсы, брючки, платья. В основном мне вот идет брючина, чтобы подчеркивать свою гимнастическую фигуру, а платье они немного так прячут, это самое. А я стараюсь, пока молодая, пока красивая, показывать свою точность фигуры, потому что тоже нужно показывать то, что есть. А потом уже... Когда уже ничего не будет, что показывать? Когда в каком-то возрасте уже, например, в пожилом возрасте, в будущем, естественно, в платьях буду ходить побольше, потому что нужно... А сейчас я пока моложавая, молодая, я буду показывать свою фигуру, чтобы было видно. Кулинара, спасибо вам большое, что были сегодня, да, и за вашу фигуру. Спасибо большое. «Ветер любви» неоднократно вы сегодня упомянули, и концерт носит это название. Начните, пожалуйста, эту песню, а потом мы уже подмонтируем вас в клипе. «Ветер, сколько раз ты ворошил шальные мысли в ветер, Обещал найти мне друга лучше всех на свете, Облетел края и дали, многое узнал, Но признайся, ты все это знал». «Облетел края и дали, многое узнал, Но признайся, ты все это знал». «Сколько я себя ждала, мой ветер, Сколько, сколько неба я молила, Слышишь, милый, сколько? И зачем сама не знаю, Повторяю вновь, Что, наверное, к нам пришла любовь. И зачем сама не знаю, Повторяю вновь, Что, наверное, к нам пришла любовь. Кавица Гульнара Жапарова была сегодня у нас в студии. Спасибо вам большое, что приняли участие. Вам до свидания. Спасибо большое и счастливо тоже мне и вам. Спасибо. И это все на сегодня. Смотрите нас каждую субботу на телеканале Ирбис. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»